Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим одну сложную тему, которая сложна для понимания не только в чисто познавательном научном смысле, но еще и является источником очень бурных, чисто эмоциональных конфликтов между людьми. Это тема лицевой специфики у кошек с доминантным геном голубых глаз. Когда обсуждается эта тема, нередко мы наблюдаем столкновение двух противоположных точек зрения. С одной стороны выступают люди, которые уже много работали с доминантным геном голубых глаз и достигли в этом успеха, а с другой стороны люди, которые или пытались поработать с ДГГ, но у них не получилось, или никогда работать не пытались с ним, но слышали много плохого, боятся доминантного гена голубых глаз и поэтому относятся к нему резко отрицательно. Из-за этой реакции лицевая специфика и вообще плеотерапия доминантного гена голубых глаз – это своего рода табу. Об этом стараются не говорить. Некоторые заводчики полностью отрицают наличие всякой плеотерапии в своих линиях. Причина тому не сама даже эта специфика, а тот факт, что ее ассоциируют с комплексом признаков, которые в медицине носят медицинское же название синдром Варденбурга. Слово синдром много лет воспринимается как диагноз, как болезнь, причем болезнь опасная, страшная, генетическая, наследственная. И поэтому многие заводчики ДГГ поступают очень просто. Они объявляют – у нас никакого Варденбурга нет, не было, не будет и отстаньте все от нас. У нас нормальные, здоровые кошки. На что в ответ другие люди прямо обвиняют их в обмане, демонстрируют фотографии и говорят – вы что не видите сами? Вот она, специфика лицевая есть, значит, все-таки ваш ген влияет на лицевые структуры. Значит, все-таки у вас есть синдром Варденбурга? Вы нам врете? Пытаясь вообще что-то сказать, у лицевой специфики в конкретной линии любой заводчик действительно рискует. Он тем самым оказывается между вот этих вот двух огней. С одной стороны, заводчики ДГГ, которые готовы яростно отрицать любую лицевую специфику, потому что им вовсе не нужно, чтобы всякие самопровозглашенные эксперты распугивали их покупателей. С другой стороны, у нас есть те, кто не читал, но осуждает. Кто ничего не знает о ДГГ, но относится к нему с предубеждением. С уверенностью, что все ДГГ имеют ужасную, страшную, синдромную внешность, что они все больны, что они все уродливы и так далее. При том, что все их познания в доминантном гене голубой глаз могут ограничиваться менее чем десятком фотографий, найденных в интернете, напугавших их и, возможно, даже и вовсе не относящихся к доминантному гену голубой глаз. И поэтому, чтобы на меня не начали в итоге нападать с двух сторон, рассказывать я буду в основном на примере той линии, с которой работаю сама, с нашей линией Надея. Линия у нас ДГГшная достаточно типичная. Многие характерные ее признаки свойственны другим линиям. Так что я думаю, что информация, которую я расскажу, будет другим заводчикам ДГГ тоже полезна. Тем более, что линиям Надеи лицевая специфика свойственна, я этого не отрицаю, и постараюсь по мере возможности подробно и понятно о ней рассказать. Вначале немного истории и общих слов. Когда появились первые голубоглазые кошки, Охасазулис, то, как я в одной из предыдущих лекций уже говорила, у них не отмечалась, например, глухоты. А вот лицевая специфика отмечалась. Говорилось о ней как о неком своеобразии лиц у кошек Охасазулис. Однако, если мы посмотрим на сохранившиеся фотографии представителей этой породы, то, в принципе, ничего мы такого не увидим. Кошка, как и кошка. Ничего в ней какого-то страшного, чего-то такого, чтобы резко отличало ее от других кошек, ничего такого в ней нет. Но, тем не менее, известный факт, что некое своеобразие лиц у Охасазулис уже было. Теперь расскажу, как, собственно говоря, я впервые столкнулась с доминантным геном голубого глаза. На тот момент наш питомник занимался обычными британскими шиншиллами. Мы никаких экспериментов не планировали. О каком доминантном гене голубого глаза я и слышать не слышала. Только так, чего-то там где-то, когда-то на форуме кто-то там писал, что да, вот есть алтайская порода, пытаются там что-то такое сделать. Новую породу зарегистрировали, но успеха она не имеет, ЦЕФ ее не признает. Где-то что-то там какие-то работы ведутся по этому поводу, но мне это было совершенно ни с какой стороны неинтересно. В некий момент времени я купила нового производителя в Австрии, в известном питомнике Шойнвен. Покорил меня этот котик, прежде всего, своими яркими голубыми глазами. Он был окрасок колорбольд. Он выглядел совершенно нормальным британским котом. Тип у него был не очень современный, то есть у него не было ни курносого носика, ни короткого, ни большой глаз, ни кукольной внешности. Но зато у меня была кошка, у которой все это было. Кошка моих линий, полученная на инбризинге, достаточно часто мы его тогда делали, кукляшная, с большими круглыми глазами, зеленоглазая, обычная, серебристая, затушеванная, на мраморе. И вот этих двух производителей я и повязала. Выяснилось, что кошка моя рожает далеко не лучшим образом. Родовая деятельность у нее была слабая, худо-бедно первого котенка родила мертвым, второго котенка мне пришлось уже тащить. Вытащила я его поздно, он у нее погиб. Это был колорбольд. Ну и третий котенок, которого она тоже точно так же не смогла самостоятельно родить, я его тоже тащила за попу, вытащила, он оказался женым. На первый взгляд, в этом котенке, а была это родоначальница нашей Рении ДГГ Надея как раз, в первый момент в этом котенке ничего особенного я не заметила. Котенок как котенок, ну, родившийся в результате сложных родов. Единственная странность, которая у Надеи была, это асимметричная обводка носа, это я заметила буквально сразу, но в конце концов какие-то претензии к котенку, который еле-еле родился, может он вообще ее там стер по дороге. В общем, то, что у нее такая, так странно окрашен нос, на это, в общем, я внимания не обратила. Тем более, что сами по себе разорванные обводки у шиншил на тот момент уже редкостью никакой не были. Очень многие кошки имели обводку неполную, вот, и тут все отличие-то заключалось в том, что разрыв обводки находился почему-то не посередине, а немножко сбоку. В остальном никаких странностей в кошке я не замечала. Кошка у меня росла, по типу она мне даже нравилась, она в детстве была кругленькой, кукольной, хорошенькой, вот такой вот. Единственный недостаток, какой у нее был, у нее прилично текли глаза. Но дело в том, что и у ее родителей они тоже текли, причем у обоих. Очень сильно текли глаза у матери, она была, я бы сказала, наверное, приэкзочная, курносая достаточно. Отец нет, но тем не менее, глаза у него текли тоже. И поэтому меня не сильно удивило, что котенок тоже унаследовал эту неприятность. Много лет спустя уже потом я обращалась с Надеей к офтальмологу, чтобы уже достоверно выяснить, в чем причина слезотечения у нее. И, как я и предполагала, причина оказалась той же, что и у большинства британских кошек, у которых тоже есть такая проблема. Это непроходимость носослезных каналов, хорошо известная не только нам, но и офтальмологам, которые просто открытым текстом говорят. В британской породе такое сейчас часто, даже можно сказать повсеместно. Сделать с этим ничего нельзя. Каналы у них очень узкие, очень извитые. Попытки сделать операцию, какую-то в этом направлении результаты не дали, стойкого эффекта нет. Болезнью это не считается, кошке это не мешает, это мешает только владельцам, поскольку портит эстетику внешнего облика. В общем, используйте косметические средства, используйте груминговые средства, и как-то живите с этим. Помочь мы вам ничем в этом вопросе не можем. Ну, в этом вопросе, конечно, может помочь отбор, отбор, подбор производителей, у которых этого дефекта нет. Поэтому сейчас это одна из наших главных проблем, кстати сказать, с которой мы не без успеха боремся, и сейчас уже достигли существенных результатов. Ну, так вот, Надя росла, и я не замечала в ней никаких странностей, кроме текущих глаз, вплоть до того момента, как у нее начался перецвет глаз, и я, долго ожидая, что они наконец-то станут зелеными, вдруг поняла, что зелеными они становиться, похоже, вовсе даже и не собираются. Тогда я сфотографировала Надею, выложила ее фотки на Фейсбуке, и обратилась к коллегам с вопросом, сталкивались ли они с такой ситуацией, или вообще, как на их взгляд, что бы это такое могло быть. Коллеги стали обсуждать Надею. Ни один человек тогда не сказал мне ни единого слова, ни о какой лицевой специфике. Все интересовались исключительно цветом ее глаз, и первое предположение было, что это скрытый колорбонт. Хотя окрас у нее, несомненно, был просто серебристый затушеванный, такой же, как у зеленоглазой ее матери. Тем не менее, было выдвинуто предположение, что это такая странная, пайнтовая девочка. После чего я отправила образцы Надеи в генетическую лабораторию, чтобы выяснить, колорбонт она или не колорбонт. Из лаборатории пришел ожидаемый, в принципе, результат. Нет, она не колорбонт, она прямой носитель колорбонта, поскольку отец у нее, NS1133. Но сама она колорбонтом не является, поскольку она всего лишь носитель. Таким образом, я поняла, что мы имеем дело с чем-то новым, непонятным и нуждающимся в изучении. И вот тогда впервые я стала интересоваться доминантным геном голубых глаз. Впервые услышала о нем, впервые стала про него читать, смотреть фотографии заводчиков, которые уже давно занимались этой темой. Многие же начали заниматься раньше, чем я. Некоторые совершенно сознательно добавили к своим линиям производителей другой породы, алтайских кошек. Тогда уже вовсю развивалась порода топаз. Не говоря уже об алтайской породе, с которой работали уже, наверное, не первые десяток лет. Ну, а я туда вот пришла впервые и начала интересоваться, что же такое доминантный ген голубых глаз. Ну, поскольку моя надея родилась от двух совершенно обычных кошек, обычных британских линий, где никогда никаких непонятных явлений не было, в моей линии со стороны матери абсолютно точно ничего не было. Относительно привозного кота из Австрии, там, конечно, я поручиться не могу, что там не было ничего странного. Теоретически могло быть все. Но я разговаривала с заводчиком Шейнвек, и, конечно, она понятия не имела ни о каких доминантных генах голубых глаз, никогда ничего странного не добавляла. Единственное странное, что у нее было, она приобрела кошку, у которой в родословной были силкер-крексы. Но среди этих силкер-крексов тоже никаких голубоглазых не было. И ни до, ни после она доминантным геном голубых глаз не занималась и не стремилась заниматься. И до сих пор, наверное, ничего не знает про него. В общем, первое, что я тогда подумала, что у меня что-то выщипалось. Ну, точно так же думают и многие другие заводчики, когда у них вдруг от нормальных, обычных родителей вдруг рождается что-то непонятное. Первая мысль – о, у меня выщипалось. Вот и я подумала, о, у меня выщипалось. Ну, что ж, сейчас мы тут сделаем эндбризинг, проверим, как там, как там насчет передачи. Вот, и первое, что я сделала, это я повязала надею с ее полусипсом, то есть котиком от другой кошки, но от того же самого отца. От этой вязки ничего особенного не родилось. родились два зеленоглазых котенка, и я подумала, ну, в общем, что, хорошо. Наверное, да, действительно рецессив. Замечательно. И повторила вязку. А вот когда я повторила вязку, надея родила мне четырех котят, среди которых обнаружилось два разноглазых. И один котенок, как выяснилось позже, тоже был носителем доминантного гена голубых глаз. Это была кошка ColorPoint. О том, что она тоже имеет доминантный ген голубых глаз, мы узнали только, когда она повязалась и родила нам котенка с голубыми глазами, не ColorPoint, а серебристую шиншилу. То есть, таким образом, от такой вот родственной вязки я получила в общей сложности шесть котят, три из которых были обладателями доминантного гена голубых глаз. Если на них посмотреть, вот такими вот они были, эти разноглазые котята. Опять-таки, никакой лицевой специфики я в них не наблюдала. Разноглазую кошку я отдала совладелице, а котика оставила себе. Я много его фотографировала, ставила ему фотографии на Facebook. И вот однажды, когда я выставила одну из его фотографий, и все вокруг говорили, какой хорошенький котик, какой замечательный котик, вдруг в мою тему с ноги вошла Светлана Пономарева, посмотрела на моего кота и заявила, «Вау, да вот, у него же там прям Варденбург на лице, типичный». Ну, естественно, я восприняла это негативно. Какой еще Варденбург? Что это у него такое на лице, у моего прелестного, очаровательного, замечательного котика? А надо сказать, что это совершенно типичная реакция. В нашем сообществе чужих котят ругать, критиковать нельзя вообще. Реакция будет резко отрицательной, и это совершенно предсказуемо. Потому что вообще обидно, когда тебе котенок твой нравится, когда ты им восхищаешься, и тут приходит какая-то коза и заявляет тебе, что, «Ну, знаешь, что вы тут вообще за упырей-то наплодили? Вот, что это тут у вас такое синдромное? На лице болезнь написано!» Ну, на это, естественно, так и хочется ответить. «Знаешь, мой котенок здоровый, прекрасный, замечательный, а ты иди и займись своими упырями». Ну вот, примерно такая реакция эмоциональная у меня была. Но, тем не менее, выслушав вот это все, я пошла выяснять, что такое синдром Варденбурга. Какие такие синдромные черты увидела Пономарева в лице моего котенка? Конечно, с первого взгляда ничего я не увидела. Но, поскольку я часто фотографирую своих котят, я положила рядом их фотографии, я стала их сравнивать, стала делать это систематически. И, в конце концов, действительно начала замечать определенную разницу. Поэтому, зная, как именно я пришла к выводу, что в наших линиях лицевая специфика действительно есть, я прекрасно понимаю, что любой другой заводчик, и в том числе даже тот, который достаточно давно работает с ДГГ, никакой лицевой специфики может действительно не видеть. В большинстве случаев эта специфика настолько слабая, настолько неуловимая, что ее сложно не только описать кому-то другому, объяснить, в чем она, где она, ее сложно даже просто увидеть. Для того, чтобы ее начать видеть, нужно этому учиться. То есть, очень часто бывает, что ты пытаешься объяснить другому человеку, что вот как бы, да, я вижу специфику в твоем коте, он спрашивает, в чем она, где она, ты ему говоришь, в чем конкретно, ты даже можешь сказать, не все могут, но, допустим, я могу в некоторых случаях сказать, что вот, специфика вот в этом, а он не видит. И не потому, что он там не хочет видеть, он действительно честно пытается увидеть разницу и не видит ее. У меня тоже это все было. У меня были с некоторыми заводчиками очень долгие диалоги на тему лицевой специфики, когда заводчик мне говорит, я, когда вижу кошку ДГГ, я вижу сразу, вижу сразу, что она специфична. Да, в большей или меньшей степени, но вот я вижу. Я говорю, ну и где ты видишь, вот посмотри на моих кошек, где у них специфика? Есть, говорит он. Ну хорошо, говорю я, ну давай проведем эксперимент, вот давай я тебе там вырежу носы, и ты по носам, попробуй определить, кто из кошек с доминантным геном голубой глаз, а кто нет. Вот, в общем, один заводчик мне как-то продемонстрировал то, что он действительно видел. Действительно видит по вырезанным носам, где у меня ДГГ, а где нет. Вот, в общем, это, это все меня сильно заинтересовало, вот, я тоже начала учиться смотреть, видеть эту самую лицевую специфику, и на данный момент достаточно часто я действительно ее наблюдаю в лицах кошек, в том числе и там, где другие ничего не видят. Вот, с другой стороны, это ведь все говорит о том, что специфика-то действительно очень слабая, не каждый ее может разглядеть, в принципе. Лицевая специфика также может встречаться не только у ДГГ, особенно отдельные черты, они встречаются достаточно часто в кошках, у которых никакого ДГГ нет, никогда не было. И это нам тоже задачу не упрощает, потому что, в принципе, каждый может сказать, что ДГГ имеют лицевую специфику, и при этом привести в пример кота без ДГГ с такой же спецификой. Такие примеры есть. Я даже начала собирать фотографии кошек, в которых я вижу не просто специфику ДГГ, а специфику ДГГ в квадрате. но кошка не ДГГ. Кошка с зелеными или с обычными глазами, с обычным цветом глаз, либо это colorpoint линий, в которых никогда не наблюдалось ДГГ. Лицевую специфику я нередко вижу, и в линиях, где занимаются бекалорами, где занимаются орликиными, ванными, белыми, там тоже все это бывает, и люди зачастую даже не задумываются, что у них может быть какой-то ДГГ, они даже мысли такой страшной не допускают, они не врут, они действительно специфику лиц самым честным образом не видят. Во-первых, она зачастую очень слабо выражена, во-вторых, если человек никогда не интересовался специальным доминантным геном голубых глаз, он ничего и не увидит, он не будет искать, он не будет измерять, он не будет пытаться что-то разглядеть. Вот на самом деле аналогичным образом обстоит дело с белыми пятнами у кошек с доминантным геном голубых глаз. Мы точно знаем, что иногда их может не быть совсем, но тем не менее люди, которые интересуются ДГГ, представляют себе в общих чертах, что это такое, и хотят найти белое пятно, то они будут искать его специально с лупой и может быть даже найдут. То есть вот кошка в целом, которую никто бы не заподозрил ни в какой белой пятнистости, ни в малейшей степени, эта кошка может все-таки обнаружить белый волосок, то есть с лупой его найдут, если будут долго искать. Та же история и с лицевой спецификой. То есть если смотреть непредвзято на кошку, то скорее всего человек ничего не увидит. Но если искать специально, высматривать специально, то найти можно нечто интересное у многих. Собственно, что можно посоветовать тем, кто хочет, кто все-таки действительно хочет эту специфику увидеть? Я сказала, какой у меня был опыт. То есть я ставила рядом фотографии своих выпускников, с доминантным кеном «Голубой глаз» и без него. Ставила их рядом, смотрела, сравнивала. Делала это многократно. Естественно, изначально я не знала точно, на что мне обратить внимание. И вот в этом плане мне сильно помогло чтение литературы по синдрому Варденбурга. Несмотря на то, что вот это вот такое страшное, пугающее, отталкивающее название и так далее. И несмотря на то, что люди с синдромом Варденбурга, по крайней мере некоторые, выглядят действительно пугающе, а у кошек такого я, наверное, даже и не видела, об этом я еще поподробнее расскажу попозже. Изучение признаков синдрома Варденбурга очень сильно помогает вот в этом вот обучении видению, видению специфических черт. Поэтому я считаю, что все-таки каждый заводчик кошек с доминантным геном голубых глаз должен достаточно хорошо знать признаки синдрома Варденбурга, знать, что это такое, как это работает, что это затрагивает. На самом деле отношение к этому синдрому Варденбурга, к самому термину, конечно, должно бы измениться. В некоторых описаниях синдрома Варденбурга присутствует, например, такая формулировка. Один из симптомов синдрома голубые глаза. Ну, голубые глаза, вообще говоря, не болезнь. И тем не менее, это признаки синдрома. Возникает вопрос, может быть, нам тогда и голубые глаза считать смертельно опасной болезнью, наследственной, передающейся, генетической. Но мы же так не считаем. Хотя голубые глаза наследуются, но мы не считаем, что человек с голубыми глазами это больной человек. И вот тем же самым образом обстоит дело и с многими другими признаками синдрома Варденбурга. То есть это чисто внешние признаки, которые никоим образом не влияют на здоровье. В следующей лекции мы поговорим предметно. Мы поговорим о признаках синдрома Варденбурга, которые наиболее известны и наиболее распространены. Поговорим о телеканте и о ряде других признаков, на которые нужно обращать внимание. А сегодня просто немного еще общих слов. Несмотря на то, что у многих пугает корреляция доминантного гена голубых глаз с признаками синдрома Варденбурга, когда возникла потребность в определении генетических основ голубых и разных глаз у кошек, когда понадобилось определиться с генами-кандидатами, в которых мы будем искать мутацию предполагаемую, первое, чем воспользовались генетики, это информация о синдроме Варденбурга и о тех генах, которые за него отвечают и которые уже известны. Это еще один пример того, как информация о синдроме Варденбурга помогает в изучении кошек с доминантным геном голубых глаз. Именно информация о синдроме Варденбурга у людей помогла нам выдвинуть уверенное предположение о том, что генов ДГГ много, что он не один. По той простой причине, что у людей этих генов несколько, самих этих синдромов Варденбурга четыре типа, и за каждую из них ответственны мутации в разных генах. Поэтому задолго до того, как были действительно найдены три гена, на которые сейчас делают тесты, генетики уже предполагали, что одним геном здесь не обойдется. Был у генетиков и самый любимый ген-кандидат. Приятно, что мои предположения в этом плане совпали с их предположениями, а в итоге совпали и с результатами научных исследований. У людей самый распространенный синдром Варденбурга первого типа определяется мутациями в гене ПАКС-3. На самом деле совсем не было уверенности в том, что у кошек все будет так же, что вот такой подбор генов-кандидатов который определялся информацией о синдроме Варденбурга у человека даст искомый результат. Но нам повезло и результат был получен именно на основе этих предположений то есть с геном-кандидатом ПАКС-3 с самым предпочтительным геном-кандидатом мы действительно определились совершенно верно. И вот сегодня у нас известны три линии основанные на трех мутациях в гене ПАКС-3 учитывая то, что предыдущие наши предположения подтвердились я предполагаю что подтвердятся и следующие и что вслед за тремя мутациями в гене ПАКС-3 будут найдены мутации и в других генах. Синдромы Варденбурга разных типов сильно отличаются среди них кстати немало таких где никакой лицевой специфики не подразумевается вовсе и поэтому не стоит удивляться если среди кошачьих ДГГ будет рано или поздно найден такой ген который не вносит никакой лицевой специфики поэтому те кто говорит что все обладатели ДГГ обязательно имеют специфичные лица нет это неправда не все даже если еще до сих пор не найден такой ген который не вносит лицевой специфики он есть у людей он есть и значит у кошек он тоже вполне вероятен возможно даже кто-то уже с ним работает однако преждевременно говорить что те линии где лицевая специфика есть хуже чем линии где лицевой специфики нет если будет найдена такая линия где лицевой специфики нет это еще не означает что у нее нет других каких-то нехороших свойств что там не будет каких-то недостатков посерьезнее лицевой специфики и поэтому делать какие-то преждевременные выводы не стоит в любом случае тем более что мы не знаем достоверно зачастую с какими проблемами сталкивается заводчик в своей работе иногда кстати бывает так что заводчик работая с линией долгое время не видит никаких вообще негативных признаков в ней ни лицевой специфики ничего другого и узнает о каких-то нежелательных моментах исключительно после того как продал достаточно большое количество своих выпускников в другие питомники там с ними поработали на другом генетическом фоне может быть и выяснили что на самом деле в линии могут проявляться какие-то нежелательные признаки глухота там какая-нибудь в том числе или лицевая специфика та же которой заводчик за много лет работы у себя не замечал может быть потому что он работал скажем с породой которая подходит под данные ДГГ то есть с породой внесение в которую лицевой специфики никак ее не портит а даже может быть наоборот улучшает почему нет может быть и там вот ну в общем в следующий в следующий раз мы поговорим уже предметно об отдельных признаках лицевой специфики поговорим о телеканте поговорим о гипертеларизме поговорим о носах и прочих моментах которые часто волнуют и тех кто работает с доминантным геном голубой глаз и тех кто с ним не работает никогда не работал и вообще панически боится работать вот на этом я прощаюсь потому что говорила я сегодня уже достаточно долго уже все наверняка устали вот но на самом деле самое интересное наверное еще впереди так что пока пока до свидания переваривайте до новых встреч до новых встреч